Байкал, Нева, Белуха Байкал, Нева, Белуха Байкал признала институт пандита Хамбалама, то есть буддийскую церковь в России автокефальной, самостоятельной и присудила титул пандита Хамбалама главе буддийской религии в России. И мы с того времени перестали иметь влияние и Тибета, и Китая. В этом случае стали самостоятельной религией именно России. Поэтому Байкал. Белуха – это потому, что выставка проходит именно здесь, на территории Алтайского края и Западной Сибири. Наша выставка побывала в Горно-Алтайске, наша выставка была в Новосибирске. И сейчас в вашем здесь Барновойском музее очень договорились, и в этом случае мы открываем выставку. В Горном Алтае есть представители бурханизма. Это тоже, как я понимаю, ответвление ламаизма и в том числе имеет отношение к буддизму, да? Да, очень многие алтайцы и многие ответвления схожи с буддизмом. Но речь идет о том, что и сама история буддизма на Алтае говорит о том, что буддизм на Алтае был признан многими родами алтайскими. И церкви были. Да, 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 и церкви были. И в этом случае, конечно, на территории Алтая закономерно был буддизм. На сегодняшний день буддизм распространен в России. Это Бурятия, Калмыкия, Тыва рядом, вот все регионы. Был буддизм на Алтае исторически и в Хакасии. Но сейчас вы сами знаете, буддизм такая религия, она во всех крупных городах России. И буддистские общины существуют, в том числе и в Барнауле. В какой-то период даже было модно быть буддистом. Это, конечно, не очень хорошо, что модно, но многие истинно уверовали в Будду, буддизм. Это тоже хорошо. В крупных городах, в Москве и в Питере огромное количество поклонников, сторонников. В Санкт-Петербурге очень большая община и не только много разных, различных общин. Но дело в том, что почему наша выставка здесь, мы хотим ознакомить именно с буддизмом России. Традиционным буддизмом России, то есть согласно закону о свободе вероиспреданий, наши буддистские религии признаны традиционной на территории России. Скажите, а что на выставке будет представлено, какие экспонаты и в чем их ценность? Ну, может, основные самые. Ну, речь идет о том, что как раз я про Алтай сказал, теперь говорю про Санкт-Петербург, Нева. Заключается в том, что действительно в 1915 году был построен буддийский храм на территории Санкт-Петербурга. Он, наверное, первый был, да, в России там? Первый в России и первый в Европе. На сегодняшний день в России может считаться, что одна из первых, что признала буддизм на территории европейской части. Поэтому можем гордиться, что первый в Европе буддийский храм – это в России. А правда, что там Николай Рерих расписывал витражи у вас? Да, принимали участие очень многие востоковеды, в том числе и очень Николай Рерих. Николай Рерих участвовал в строительстве храма и ходил в строительный комитет нашего храма и участвовал именно в росписи их. То есть вы можете приехать в наш храм, увидеть исторические его витражи. Да, уникальные, да. Уникальность нашего храма в этом заключается. Поэтому Нева. И поэтому сияние лотоса, потому что буддизм как раз проповедует любовь и сострадание. И самое главное, что он проведует путь добродетелей. У нас принято говорить так, что мы даже ценой своей жизни должны стоять на стороне добра. Вот в этом случае как раз соблюдать заповеди, как признатые и в православии, и в других религиях. Что вот этот духовный путь, он самый главный. И таким образом мы хотим показать, что действительно на территории России существует традиционная религия именно этой выступкой. И что самое главное, что этот духовный путь у нас, у россиян, существует. Ну и возвращаясь к самой выставке, к экспонатам. Есть ли там какие-то уникальные? Я знаю, там и книги будут, и иконы, и скульптуры. Речь идет о том, что как раз мы... Целью выставки как раз и заключается в том, что мы хотим осветить именно архитект, работу нашего Санкт-Петербургского Датсана. Оттуда все экспонаты? Все экспонаты оттуда, собранные нашими коллекционерами, то есть были подарены исторические вещи. Очень много об истории буддизма в России, контексте нашего Санкт-Петербургского Датсана как такого. В этом случае как раз, я думаю, что выступ этим будет интересно. Ну, мало того, конечно, мы говорим о том, что, находясь на территории России, мы рассказываем о том, что действительно ценности буддизма, они... духовные ценности буддизма, они очень... На сегодняшний день они являются, так называемые, востребованы. И в этом случае, конечно, говоря об этом, мы говорим, что независимо от всего, вот эти ценности буддизма, духовные ценности буддизма мы хотим представить. И таким образом, одновременно есть материальные ценности, которые есть, там представлен как раз один из главных экспонатов, это одеяние 12-го пандита Хамбаламы Тегилова, тела нетленные, которые находятся в Улан-Удэе, в Волгинском Датсане. Да, знаменитая история. Да, знаменитая история, нетленные тела. Это как раз путь такого духовного развития, да, духовного развития. То есть, доходя таким образом, можно достичь именно таких глубоких духовных практик и оставить свое тело именно таким образом. У нас уже несколько раз в Барновле, как раз в Музее истории, литературы, искусства, в котором Алтая, буддистские монахи строили мандалу. Потом она разрушается по традиции, естественно, и песок высыпается в реку Опи. Вот скажите, после этого река Опи становится буддистской или святой, может, священной рекой, нет? Нет, конечно, мы не задаем вопросом, что она должна стать буддистской. Это не задача буддизма. Построение мандала говорит о том, что в этом месте это благое место. Это благое место, связанное именно с добродетелем. То есть, мы как раз... Буддизм темой является, что никогда не ходил с миссионерством, говорил, вот, наша религия сам истинный, ну-ка, давайте наш свет. Наоборот, мы не планируем и не хотим этого. Это раз. А в том, что люди сами поймут, это вот главное их качество. То есть, обладая ясным умом, мудростью, они поймут, что действительно надо духовного развиваться, и это духовное развитие им будет в помощь. И мало того, в этом случае, как раз, когда строится мандала, именно с такими чистыми помыслами, чтобы в этом месте вот эта духовная традиция развивалась, духовных традиций может быть очень много разных. И вы сами знаете, религии очень много разных, все остальное. Но, тем не менее, мы являемся приверженцами добродетелей. То есть, во всех аспектах видеть именно вот эту пользу добродетели как таковой. И когда мы строим эту мандала, как раз мы хотим, чтобы в этом месте был мир, был покой, люди были счастливы. И все жили действительно в таком духовном и нравственном согласии. Вот это очень важно. А то, что там хотим, чтобы все верили в нам, это совершенно такой задачи не стоит. Ну, по крайней мере, благодаря вот этому построению и тому, что достаточно часто к нам приезжают буддистские монахи, я думаю, что частичка святости все-таки и на город, и на нашу территорию распространяется. Конечно, в любой духовной традиции есть понятие святости. Поэтому, когда мы песок, разрушаем мандалы и песок, в реку преподносим, так называется, то действительно в этом месте духовно все очищается. И можно сказать, что это место становится освященным. Замечательно. Большое спасибо вам за вашу деятельность, такую удивительную. Приглашаем всех еще раз на выставку «Сияние лотоса. Буддизм в России» в Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что у вас в гостях был настоятель ламы Санкт-Петербургского датсана Будда Бадмаев. Спасибо за внимание. До встречи.